Уже более 20 лет на базе первой новоганской школы существует военно-патриотический клуб «Северный легион». Руководит объединением Дмитрий Владимирович Константинов. Он обучает ребят всему, что умеет сам. У ребят особый интерес. Я вижу, вот, смотрят, строят песни. Они любят маршировать. Вот это вот. Особенно, когда в форме. Оден в форму берцы, и как-то это выглядит по-другому, звучит по-другому. Многие выпускники школы, которые были участниками военно-патриотического клуба «Северный легион», и сейчас, и в настоящее время служат в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Главная цель занятий – привить патриотические ценности и любовь к родине. Параллельно с этим воспитанники учатся маршировать, собирать и разбирать автомат на время, метко стрелять и многое другое. «Северный легион» имеет множество наград как в личном, так и в командных зачётах на военно-патриотических слётах. В 2015 году им присудили победу и в качестве приза подарили поездку в Москву. Больше всего мне нравится разборка и сборка автомата Калашникова. Как по мне, это самое интересное, и у меня это хорошо получается. Сейчас объединение посещает 12 ребят. Шестеро из них входят в основной состав команды. Всё чаще в ряды «Северного легиона» стали вступать девушки. Они наравне с юношами выполняют нормативы и участвуют во всех патриотических мероприятиях. В пятом классе Дмитрий Владимирович нас пригласил в «Северный легион». И мне понравилось то, что там надо маршировать, и тут есть тир. И из-за этого я сюда пришла. Мне нравится военная тематика и всё, что связано с ней. Особенно мне нравится стрелять и маршировать. В будущем я хочу связать с этим свою жизнь и стать полицейским. Я хочу поблагодарить Дмитрия Владимировича за отличную подготовку, за хорошее отношение и за возможность попробовать себя в этом деле. Сейчас ребята активно посещают занятия и оттачивают свои навыки, ведь они готовятся принять участие в районном слёте военно-патриотических объединений. Он пройдёт в конце месяца и соберёт участников из различных поселений муниципалитета. Впервые одним из испытаний станет управление квадрокоптером. Новоаганцы уверены, что они справятся со всеми заданиями, а самое главное – приобретут новый опыт и пообщаются в кругу единомышленников. Диана Дубровка, телевидение Нижневартовского района, Новоаганск. Специально для ЮГРА-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова